Давайте разберем еще пару задачек, а именно попробуем посчитать количество трехзначных чисел, удовлетворяющих некоторым условиям. Вот первая задачка. Сколько существует трехзначных чисел, состоящих только из нечетных цифр? Какие у нас нечетные цифры? 1, 3, 5, 7 или 9. Вот у нас три позиции в трехзначном числе. На первую позицию мы можем поставить одну из пяти цифр, то есть у нас 5 способов. На вторую также одну из пяти, еще 5 способов. И на третью также одну из этих пяти, 5 способов. Таким образом мы выбирали на первое, второе и третье место только одну из нечетных цифр. Значит у нас число действительно состоит только из нечетных цифр, и по правилу произведения мы их перемножаем. Эти пятерки получаем 5 в треть, или что то же самое, равно 125. Иногда в задачках проще посчитать количество всех способов и вычесть количество неподходящих вариантов. Ну, давайте посмотрим вот эту задачку. Сколько существует трехзначных чисел, содержащих хотя бы одну четную цифру? Сколько у нас вообще всего трехзначных чисел? На первое место мы можем поставить одну из девяти цифр, от одного до девяти. На второе одну из десяти цифр, потому что мы можем уже теперь ноль ставить. На первое место мы не могли ноль ставить, так как у нас было бы уже не трехзначное число. И на третье место также одну из десяти. Получаем, что у нас всего трехзначных чисел 900. Давайте посчитаем, сколько у нас чисел не содержит ни одной четной цифры. Что такое не содержит ни одной четной цифры? Значит состоят только из нечетных. Но количество нечетных мы уже посчитали в прошлой задаче. Давайте запишем. Состоят только из нечетных. 125. Таким образом у нас 900, количество всех трехзначных чисел, равняется количеству чисел, состоящих только из нечетных цифр, то есть 125, плюс все остальные, то есть x. Заметим, что у нас все остальные, то есть наш x, как раз удовлетворяют условия, содержащие хотя бы одну четную цифру. То есть они должны содержать либо одну четную цифру, либо две, либо три. А все, которые содержат ноль четных цифр, это те, которые состоят только из нечетных цифр. Значит x это то, что нам нужно найти. 900 минус 125, получаем ответ 775.